Всем здравствуйте! Вот привез от отца электрический деревообрабатывающий станок Белмаш SDM2000. В принципе, хороший станок. Многие, конечно, там и хают его, и недовольны. Ну, много всяких отзывов. Решил сделать на него каретку. Вот эту вот. Видел много в интернете вещей по каретке. Много разных вариантов. Ну, в принципе, хочу рассказать, чем я усовершенствовал. Многие ставят немножко не так и делают не так. Я решил сделать это на подшипниках, на маленьких. Была вот такая вот, скажем так, фанера, ДСП. Короче, от старого шкафа какая-то дверь. Ну, ориентировочно достаточно ровная. Я посмотрел, что я сделал. Ну, во-первых, вот здесь я взял 4 винта М6. Четвёртый вот он как раз. С одной стороны 4 с другой. Далее. Нижнюю часть я сделал по-иному. Вот сюда я поставил подшипник маленький. Между подшипником и основанием вот этой вот, ну, назовём это ДСП. Я поставил маленькую шайбочку между подшипником и вот этой вещью. Между ДСП. Для того, чтобы внутренняя часть соприкасалась именно с шайбой, а не с деревом, чтобы она крутилась здесь, я поставил гаечку, зашлифовал её. Чуть позже расскажу, почему я здесь обрезал и всё шлифовал. Подшипники все вращаются. Соответственно, подшипниковые направляющие ходят по вот этой кромке. С другой стороны сделал то же самое. Но здесь немножко видоизменил. Каким образом? Сейчас покажу. Здесь я между подшипником и ДСП поставил гаечку. Почему? Там гаечку не поставил для того, чтобы данный подшипник не упирался в нижнюю часть. Вот здесь вот, как вы видите, очень маленькое пространство, скажем так. Сейчас я её посажу, не сел немножко в кареточку, покажу. Вот. Очень маленькое пространство именно вот в этом месте. Как видите, кожух я немножко срезал, но там не принципиально, потому что здесь упираются в корпус от подшипника. Соответственно, здесь я ставил шайбочку. Я посмотрел, гаечка бы сюда не влезла, потому что, ну, тогда бы упирался в корпус подшипника. Здесь поставил шайбу. Почему там я поставил гайку, а не шайбу? Дело в том, что вот эта сторона, вот этот край, он немного такой, плавно скошенный. И здесь подшипник не доставал. Когда я поставил гаечку, подшипник достал. Некоторые болтики длинные, но это не принципиально, просто ещё не отпилил. Они здесь не нужны. Там, соответственно, обязательно все я подпилил. И уже, соответственно, она работает. Угол выставил 90 градусов. Угол выставил, ну, не сказать, что сложно, но и не сказать, что просто. Сначала я пришил вот эту доску, предварительно её обстругал, снизу на винты посадил. Обычные чёрные самовиды, вот они. Так, сейчас фокус наведу. Вот, четыре винта посадил. Далее я сделал, соответственно, пропил. На пиле поднял пилу, сделал вот таким образом пропил. И далее уже вот здесь вот я выводил уголком. Уголок приставлял, чтобы не было никаких зазоров. Выставил идеально ровно. И потом уже пришивал вот эту вещь. Вернее, даже сначала вот такой вот тоже остаток какой-то старый, наверное, от кухни. Почему взял её сразу, а не доску? Потому что, ну, как бы посмотрел, она идеально ровная. По ней можно пилить хороший 90 градусов угол. И далее уже укрепил вот эту доску. Вот эту белую МДФ-ку я крепил с торца. Доску же я прикрепил в торец нижней части. Вот сюда вот саморезами. И соединил их вот здесь вот саморезами с дальней доской. Получилось, на мой взгляд, достаточно просто и удобно. Многие вместо подшипников ставят алюминиевый профиль. Он не скользит, царапает и так далее. Вот как я крепил. Соответственно, вот здесь вот с двух сторон от пропила я укрепил. А здесь я укрепил первоначальную белую МДФ-ку. Ну, были евровинты, я на евровинты поставил. Не стал ставить я профиля алюминиевые, потому что плохо скользят. Сейчас, секундочку. Вот. И, соответственно, скользит она идеально вот так. Угол получился идеальный, 90 градусов, всё шикарно. Мне понравилось. Всё просто и со вкусом сделал. Я буквально, ну, за пару часов, наверное, подшипники я поставил по 8 штук. Хотел сначала поставить 6, по 3 с каждой стороны или по 2. Поставил по 8, потому что когда идёт до конца, соответственно, часть подшипников уже будет повисать. Часть ещё будет сохранять, скажем так, геометрию полной конструкции. И поэтому пришлось поставить все 6. Ну, они дешёвые, там, 40 или 50 рублей один. А всё остальное сделаю из подручных материалов. Смользит идеально вот. Если будут какие-то вопросы, готов всегда ответить. Вообще, станок, в принципе, меня радует. Для точных работ то же самое можно вывести, но с точностью до сотых доли миллиметра, я думаю, что нет. А так, ну, допустим, делать разделочные доски я сейчас занимаюсь. Вот как раз у меня идёт склейка по ваймам. Ваймы, как делал, тоже есть видео на моём канале. Кому интересно, могу скинуть ссылку, либо можете посмотреть самостоятельно. Были вот дощечки. Буду делать торцевые доски. Пробный вариант, скажем так, из простых досок. А так вообще у меня дубовые будут досточки. В принципе, что касается каретки, я думаю, всё понятно. Кожух сверху диска я снял, с ним неудобно. Расклинивающий. Сзади вот этот забыл, как зовут. Оставил. Он не мешает, он ещё даже более удобно направляет, помогает. А так на подшипниках ходит всё идеально. Ну вот, в принципе, и всё. Спасибо всем. Рад был помочь, если кому-то это будет нужно.